Две пары собираются пожениться. В зале полно гостей. Невесты выглядят с ног сшибательно в своих длинных белых платьях, а женихи кажутся абсолютно счастливыми. Вдруг кто-то из гостей замечает, что с одной из пар что-то не так. Сможете догадаться, что именно? У Марины и Алекса вообще нет отражений. Посмотрите на это украшенное зеркало позади них. Они, наверное, вампиры. Интересно, как Марина делала макияж? Света и Юлия хотели спокойно провести воскресный день. Они решили прокатиться на воздушном шаре и направились в парк. Инструктор предложил им выбрать, на каком из шаров они хотели бы прокатиться. На голубом, зеленом или желтом. Свете нравится голубой. Неудивительно. Посмотрите на ее одежду. А Юля хочет покататься на зеленом. Какая из девушек не очень внимательна. Света. Цвет не так уж важен. Но тут нет мешков с песком. Не стоит забывать о безопасности. В одной из галактик есть розовая планета. Там много людей, но мало животных. Только куры и петухи. Они могут быть трех разных цветов. Розового, красного и желтого. Андрей отправился на эту планету, чтобы повидать друзей. Он шел по улице и увидел три влюбленные пары птиц. В паре не может быть две птицы одного цвета. Сможете ли вы угадать, какой цвет у партнера красной курицы? Она влюблена в желтого петуха. Красная курица не может гулять с красным петухом. А розовый петух, как вы видите, безумно влюблен в желтую курицу. Тетя Эммы подарила своей племяннице на день рождения флакон духов. К сожалению, Эмма не смогла оставить подарок, потому что у Анны, ее сестры, ужасная аллергия на духи. Эмма вернула духи своей тете, которая купила их за 65 долларов. Пожилая леди пристроила кому-то флакон уже за 80 долларов. Потом она вспомнила, что у нее есть еще одна племянница и выкупила его обратно за 70 долларов. Сара, забытая племянница, тоже оказалась аллергиком. Так что тетушке пришлось продать духи снова за 60 долларов. Получила ли она какую-нибудь прибыль? Ага, она заработала 5 долларов и купила большой латте. Один гений изобрел часы, которыми, как он думал, никто кроме него пользоваться не сможет. Минута на этих часах длится час, а час длится минуту. Часы показывают нужное время дважды в день. Вы сможете понять, который час? Сейчас 5.30, как ни крути. Гений просто поменял стрелки, поместив часовую вместо минутной и наоборот. Не так уж это и гениально. Кто-то воровал из офиса важные документы. Охранники никого не видели. Секретарь тоже. Босс решил установить камеры слежения, чтобы выяснить, кто это делает. Он внимательно просмотрел записи и выяснил, кто воришка. А вы догадаетесь? Это человек в белой рубашке. Когда он выходил из кабинета, в руке у него было две папки. А в начале дня у него была только одна. Марк решил узнать, не изменяет ли ему жена. Он не был уверен, что она действительно отправилась из родной Канады в командировку в Австралию. Он попросил жену прислать селфи, что она и сделала. Когда Марк увидел фотографию, то сразу понял, что жена ему лжет. Но как? В Канаде сейчас январь, и на улицах полно снега. Но откуда снег в Австралии? Там должно быть лето. Все знают, что в этом жутком старом доме живет старая ведьма. Никто не хочет с ней встречаться. Маша сейчас находится в этом доме, и, похоже, она одна. Как же так? Кто сказал, что ведьму не могут звать Маша? Когда-то она тоже была молода и красива. У Макса есть небольшой магазинчик, где продаются носки. Однажды он решил привлечь больше покупателей и запустил рекламу. Носки бесплатно! К нему стало приходить много людей, но всем покупателям приходилось платить. Хотя Макс и правда раздавал носки бесплатно. Почему? Макс отдавал покупателям бесплатно только левый носок. Он выглядел красиво, и люди хотели купить правый. Кому нужен только один носок? Мужчина ехал на своей машине из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В конце поездки он обнаружил, что одна из шин с самого начала была проколота, и все же он благополучно добрался до места назначения. Как это возможно? Проколотая шина оказалась запасной. Вы заперты в комнате, которая медленно наполняется водой, текущей из крана в стене. В комнате не ток, а на дверь наглухо закрыта. У вас есть швабры и большое ведро. Ну и как вы собираетесь выпутываться из этой истории? Да просто закройте кран, так-то лучше. В комнате пять девочек. Ник разговаривает по телефону. Катя читает, Олеся играет в прятки, а Мила наводит порядок. Что делает Саша? Саша играет в прятки с Олесей. Пять, шесть, семь. Пять, шесть. Какого числа не хватает? Небольшая подсказка. Это не семь. И у вас есть семь секунд, чтобы дать ответ. Не хватает восьмерки. После числа пятьсот шестьдесят семь идет пятьсот шестьдесят восемь. Вера Бористо. Сегодня утром она уронила чашку с кофе. К счастью, ее белая рубашка не испачкалась, но потребовалось какое-то время, чтобы убрать беспорядок. Как же так? В чашке были кофейные зерна. Они упали под прилавок. Представьте, что вы только что вошли в темную комнату. В комнате есть масляная лампа, газета и дрова. А у вас только одна спичка. Вам предстоит непростой выбор. Что зажечь в первую очередь? Масляная лампа, безусловно, хороший выбор. Но ответ неправильный. Прежде всего нужно зажечь спичку. После ограбления банка полиция нашла деньги в парке среди кактусов. Полицейские задержали всех подозреваемых и сразу поняли, кто ограбил банк. А вы догадаетесь? У парня слева по всему телу царапины от кактусов. На столе в ряд стоят шесть стаканов. Первые три стакана с апельсиновым соком. А остальные три пустые. Ваша задача состоит в том, чтобы расставить полные и пустые стаканы поочередно, переместив только один стакан. Как это можно сделать? Возьмите второй стакан и перелейте сок из него в пятый. Денис сидел дома и смотрел телевизор. Вдруг в спальню упала дорогая ваза его жены и разбилась. Денис вбежал в комнату как раз вовремя, чтобы увидеть, как из окна выпрыгнул незнакомец и убежал. Мужчина попытался его догнать, но очки запотели от холода. Вот почему он не смог разглядеть преступника. Когда полицейские приехали и выслушали этот рассказ, они сразу поняли, что Денис лжет. Он выдумал эту историю, чтобы жена не злилась на него за разбитую вазу. Как они догадались? Любой, кто носит очки, знает, что они не запотевают, когда вы выходите из теплой комнаты на холодную улицу. Все наоборот. Виктор Николаев, не самый большой поклонник современного искусства, ворвался в городскую галерею и нанес ущерб нескольким картинам на пару миллионов. Тем не менее, директор галереи поблагодарил Виктора за его действия. Как же так? Виктор пожарный. Вода из его шланга повредила несколько шедевров, но ему удалось потушить пожар и спасти множество экспонатов. Женя путешествовала по Африке и решила подняться на мост, чтобы полюбоваться видом. Оказавшись на середине моста, она услышала позади себя какое-то движение. Девушка обернулась и увидела поджидавшего ее голодного льва. Она повернулась в другую сторону, но там были гигантские змеи, а в воде полно голодных пираний. Что же ей делать? Нужно прыгнуть в озеро. Пираньи не живут в озерах, особенно в Африке. Они живут в Южной Америке. Посмотрите внимательнее, это просто какие-то безобидные рыбки. Два отца и два сына нашли три апельсина. Когда они их разделили, каждому достался целый апельсин. Как так получилось? Людей всего трое. Дед, отец и сын. Давным-давно в одном жутком лесу жили семь троллей. Все они были братьями и родились с разницей в три года. Самому молодому троллю сейчас сто лет. Сколько лет самому старшему брату? Ему сто восемнадцать лет. Для своего возраста он отлично выглядит. Человек приходит в себя в месте, где он никогда раньше не был. Там есть две двери. Он открывает первую дверь и видит коридор, сделанный из увеличительного стекла. Палящее солнце в мгновение ока поджарит любого, кто туда войдет. За второй дверью спит огнедышащий дракон. И любой, кто войдет в этот коридор, рискует его разбудить. Как же оттуда сбежать? Мужчине нужно дождаться сумерек, когда солнце сядет. Он легко сможет выбраться из этого места. КОНЕЦ